Однажды в деревне я услышал, как кто-то сказал, религия – это отречение, а отречение – это жесткое и требующее большой силы воли, обязательства перед самим собой. Услышав эти слова, я вспомнил случай из раннего детства. Меня привезли на природу к берегу реки. Это была небольшая река, но её берег был огромен и весь покрыт песком. На берегу было разбросано много разноцветных камешков. Я почувствовал себя так, будто нашёл сокровище. К вечеру я насобирал столько камешков, что их все невозможно было забрать домой. И когда мне пришлось оставить камешки там, где я их нашёл, на мои глаза навернулись слёзы. И я был поражён, увидев, что мои спутники не проявляют никакого интереса к этим камням. В тот день они показались мне настоящими аскетами. Но когда я думаю об этом сейчас, то вижу, что вопрос об отречении отпадает, если ты знаешь, что камни – это просто камни. Незнание – это милость. Знание – это отречение. Отречение не является действием. Это не то, что требуется сделать. Оно просто происходит. Это побочный результат знания. Милость тоже случается сама собой. И также не является действием. Она – естественный результат незнания. Поэтому представление о том, что отречение – трудная задача, ошибочно. Во-первых, это не действие. Действие – это напряжение, это усилие. Отречение – это следствие. Во-вторых, в отречении то, что отбрасывается, ничего не стоит. А то, что приобретается – бесценно. В действительности, отречение как такового не существует, потому что приобретаем мы гораздо больше, чем теряем. Мы теряем свое рабство и получаем свободу. Теряем раковину и получаем жемчужину. Оставляем смерть и достигаем бессмертия. Покидаем темноту и приходим к свету, вечному и безграничному. Тогда где же здесь отречение? Когда ничего не теряется, то приобретается все. Это нельзя назвать отречением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok